Всем привет! Меня зовут Алена и сегодня мы вместе с вами будем заниматься распаковкой посылок с Алиэкспресс. На этот раз их накопилось очень много и мой салатовый пакетик уже полностью забит доверху. И как вы знаете, в моих видео с распаковкой я не просто достаю какие-то предметы из кулечков, я их вам детально и вблизи показываю, даже меряю на себе. В общем, делаю не просто распаковку, а маленький такой мини-обзорчик. Ну что, сами посылки у нас не откроются, поэтому предлагаю начинать. На этот раз все посылки какие-то огромные. Давайте начнем с верхней, я не знаю. Она вроде такая какая-то мягкая, скорее всего здесь вещи. Да, это вещи. А здесь много вещей. Что это за сверточек-то? В смысле? Это шарф? Ну такое, вполне может быть, почему бы и нет. Что тут еще есть? Написано размер S и написано Enjoy. Цельный купальник! У меня в жизни не было цельного купальника никогда. На завязочках. Сейчас мы его померяем. Очень странный купальник. Для моей маленькой груди точно не подойдет. Хотя вроде есть подкладки, специальные чашечки. Вот эти вот боковые шнурки, мне кажется, будут перетягивать бока и показывать все лишние килограммы. Абсолютно не мой фасон. Еще! Это что такое? Это какие-то штаны. Почему они как будто вывернутые? Ну как, выстиранные что ли? Да? Размер кажется огромным. Хотя у меня и пятая точка тоже не... А, это M. Я померяю. Лосины очень прикольные. Я честно не ожидала, что мне они понравятся. Цвет хотя немножечко как будто выстиранный. Но это только плюс. Они не очень нарочито яркие. Можно, в принципе, ходить на пробежку в них. Или дома заниматься уборкой. Удобно, комфортно. В общем, всем довольна. Взяла размер M и не прогадала. Какая-то нескончаемая посылка. Здесь что-то еще есть. Есть! Резиночка! Класская хорошенькая! Милашка! Так, давайте откроем вот этот вот кубик. Мне все время интересовало, что здесь... Так, что-то у меня жарковато. Сек, что у нас здесь? Здесь какой-то кубик. Странный, большой. Давайте его распакуем. Это вазочка или что? Что это? Что-то для домашней организации. Что это? Что это красное? На фотографии написано, что оно должно быть белым. Это вообще законно такое присылать, нет? Рассмотрим поближе. На самом деле, это такой органайзер три в одном. Состоит из трех частей. Колбочку мы ставим внутрь. Вот. И у нас получается вот такая вот полочка. Сюда можно мальфетки положить, какую-то бижутерию, косметику. Вот здесь вот есть карманчик. Вот это отверстие может служить как вазочка. Сюда можно ставить цветы. Можно сложить его обратно. Внутрь слаживать вещи. Поставить колбочку наверх. И у вас тоже выходит вазочка вместе с таким органайзером. Вообще, можно здесь кучу вариаций придумать. Там на коробке очень много всяких модификаций этой штучки. Но я, конечно, буду использовать как полочку. Мне это более нужно. Давайте посмотрим, что у нас в самой пухленькой посылочке. Вот этой. Это вещь. Парочка вещей. Давайте начнем с розовенькой упаковки. Она мне больше нравится. И на молнии, офигеть. Что-то цветное, радужное. Это какой-то костюм. Для плавания, что ли. Давайте померяем. Мне же самое интересно. На самом деле, это гидрокостюм. Я так понимаю, это для спорта. Такая ткань, как делают купальники. Водонепроницаемая. Честно, не знаю, для чего использовать такую одежду. Мне присылают на обзор. Если знаете, пишите в комментариях. И следующая посылка. Здесь куча мурашек. Посмотрите, сколько здесь красных муравьев. Я сейчас серьезно. Фух, вот это вот экстрим распаковка. Блин, такого я реально не ожидала. Так, надо успокоиться. И продолжать обзор. Что у нас там было в посылке? Это, кажется, плавательный костюмчик такой. На молнии с длинным рукавом. И внизу у нас, как обычные трусики. Сейчас его примерю и посмотрим. Муравьев я точно всех смыла. Это тоже гидрокостюм. Внизу он идет трусиками, а сверху как кофта с длинным рукавом. Он хорошо обтягивает фигуру. У меня размер S. В принципе, мне подошло. Но опять же, думаю, спортсмены лучше знают ему применение. И в подарочек мне положили вот такой вот цветочек. У меня уже есть такой в коллекции. Но такой более маленький, этот крупный. Продолжаем нашу экстремальную распаковку. По-другому я, честно, ее никак не назову. Муравей лазит по вам. Я его вижу. Он по объективу бегает, блин. Теперь открываем вот такую вот коробочку. Я предполагаю, что здесь будет у нас бижутерия. Сейчас проверим. Ну что, это фирма Imanco. Мои партнеры уже постоянные по поставке бижутерии. Ааа, что это хорошенькое такое? Это такой маленький лось. У меня резко подскочило настроение после этих всех муравьев. Хоть какая-то приятность. Спасибо. Так, здесь у нас еще коробочки с украшениями. Это линейка Таруду. Ну, а это означает, что изделие у нас из настоящего серебра. Классно открывается коробочка. Ну, это колечко. Очень хорошенькое, кстати, в виде листика. Сейчас я вам покажу его поближе. И вот такое вот колечко. Я не пойму, оно в виде листика или в виде перышка. Регулируется по обхвату. Красивый дизайн. Я обожаю такие нежные очертания. На руке смотрится очень женственно и очень необычно. Вот такой вот дизайн. Так, и в следующей коробочке... А, я поняла. Это такой листик. Посмотрите, какие красивые листики. Вот каждую жилочку видно. И сзади обязательно они пишут пробу. Цепочка самая обычная. То есть здесь звенья. Но они переливаются тоже на солнце играет. Так, следующая коробочка. Здесь у нас аж три предмета. Так, похоже очень сильно на браслетики серебряные. Это у нас действительно три браслетика серебряных. Таких цепочки. Вот этот средний мне больше всего нравится. Вот этих два такие более обычные. Но мне кажется, они все втроем. Смотреться будет просто шикарно. И вот так вот все три смотрятся на руке. Здесь я их подрегулировала под свой объем. Это удобно. И, конечно же, на каждом ярлычке написано проба. И здесь у нас сережки и гвоздики. Как раз я свои потеряла. Основные жемчульники, которые розовые. Сейчас ношу вот эти вот беленькие. И вот серебряные гвоздики мне прям очень сейчас нужны. Боже мой, какая красивая огранка. Блин, я вам должна это близко показать. Это очень красиво. А вот они мои красотки. Долгожданные гвоздики. Как я люблю. Очень маленькие, минималистичные. Посмотрите на вот эту вот огранку. Возможно, это вообще фианита. Я не уверена. Но сверкает очень внушительно. Как маленькие бадлянтики. Коробочка уже пустая. Переходим к следующей посылочке. Давайте откроем вот эту вот малютку. О, это очки. Класс. Очки я еще ни разу не получала. Так, модные какие чехольчики. Коричневые. У меня таких еще не было. Опа. На самом деле очки очень качественные. Даже честно призраться не к чему. Как видите, здесь надежно закручены полчики. Единственное, не знаю, есть ли здесь защита от солнца. Но в целом никогда бы не подумала, что мне идет такая оригинальная форма очков. Довольная как слон, потому что мои очки уже явно изжили себя. Офигеть, мне очень нравится. Сейчас все вижу в желтом цвете. Таком, как будто я сейчас на пляже, на солнышке лежу. Сейчас этим цветочком. У меня вообще странная форма лица. И мне сложно подобрать какие-то нормальные очки. Ну блин, эти мне кажется классные. Как вы думаете? Надеюсь, вы не сильно устали от меня. И у нас остается всего лишь две посылочки. Предлагаю открыть ту, что покрупнее. О, наконец, настоящий хлопок. Никакой синтетики и купальников. Это такая футболочка хлопковая. Очень приятная к телу, в полосочку. Класс, мне нравится. 100% катон. Прямо же непривычно в руках ощущать что-то натуральное. После водоплавательных костюмов подойдет под все. Под шортики, светлые джинсы. В общем, мега универсальная вещь. Вот уверена, что буду носить ее часто. И последняя посылочка. Совсем вот такая вот малютка. Плоскенькая. Сейчас посмотрим, что здесь у нас. Это тот котенок, который супер мягенький. Надо срочно надеть на телефон. У него пузико мягенькое. Он танцует ножками своими малюсенькими. Пора моего телефона тоже гардеробчик-то поменять. Офигеть! Посмотрите на этот животик. Блин, он так похож на зафирку. Прямо хочется его взять и откусить. Сладенький такой. Чехол выглядит вот так вот. Котенок у нас как вздутенький. Его можно потрогать за живот. Он такой выпуклый идет сверху. И даже если он отпадет, у вас все равно останется тут кошачий рисунок. То есть у вас будет обычный чехол. Кстати, качество очень классное. Он не пластиковый и не резиновый. Он как глянцевый идет. Ну что, мой салатовый кулечек опустел. А это означает, что это видео подошло к концу. Все мои посылочки мы уже открыли. Надеюсь, это видео было вам интересно. Если это так, не забывайте поставить пальчик вверх. Внизу все ссылки на показанные товары я всегда оставляю в инфобоксе. Вам нужно будет нажать вкладочку развернуть. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. Спасибо вам большое за внимание. А я вас всех целую. И пока! Пойду заново собирать свой кулечек.